Это была и эхололия, и рас, и аутизм в том числе, и рас, и аутизм комбо. Ребенок не понимал вообще, в принципе, речь обращенную. Она не смотрела в глаза. У нее не было даже привитивного мама-папа, была просто звуковка. Она могла повторять слова в качестве эхололит. Ребенок не лазил на детской площадке, на качельке только катался. Но вот по лестнице это была прям вышка, высший пилотаж, если бы она забралась. Она не понимала, как координацию рук и ноги выстроить. Директор мне сказала, она говорит, единственный косяк вашего ребенка, это то, что она на уроке впереди паровоза. Она на одно, на два задания делает больше, чем положено. А на следующем уроке он сидит и в потолок плюет. Обрываются речи влюблены, улетает последний спорец. Целый день осыпаются из плена целую эту покровность сердца. Доброе утро, Мария. Доброе утро. Давайте поговорим про вашу жизнь, про вашу Катюшу и про то, как шли ваши перемены в жизни. Дело в том, что меня была зацепила одна фраза в чате «Мам». Я написала по этому вам, потому что у вас есть чем поделиться. И этот фильм может быть полезен другим мамам. То есть людям, которые еще видят своего ребенка больным. У вас не осталось ни одного момента, где бы вы не видели Катю абсолютно здоровой. И вот это, конечно, очень сильно зацепило, потому что, наверное, самый большой кусок работы – это научить маму видеть своего ребенка здоровым. Это самый большой и самый, наверное, трудный кусок работы. И тут, когда я прочитала, я понимаю, yes, это та мама, которая может поделиться своими успехами. А с чего все началось? Каким образом пришли в инфодайвинг? Я пришла в инфодайвинг благодаря своей подруге детства, Жене. Мы с ней выросли с пеленок в одном дворе. Я знала, что у нее родилась дочка. Родилась дочка с особенностями развития. И мы с ней не общались, наверное, со времен окончания школы. Виделись пару раз в городе, мы в одном живем. И просто кто, кого я уже не помню, поздравил с днем рождения. И слово за слово зацепились. Она мне спросила, как я. Я ей рассказала. На тот момент у моей дочки было, наверное, года полтора-два. Я уже начала наблюдать, что что-то не то. И она мне сказала, что ее свекровь, Ольга, нашла вас. Побрела. И я вас. С Катей я, может быть, в какой-то степени сама создала отчасти эту игру. Отчасти это была моя потребность, возможно, кармическая еще какая-то. Я сейчас не выдаюсь в подробности. Произошло, что произошло. Я только единственное наполняю себя постоянно благодарностью за то, что я здесь. Я нашла выход. И не только выход своей дочери, но и нашла выход для своей новой жизни. Потому что я смотрела на фотографии свои от того момента, когда я обнаружила в дочке особенности. И сейчас. И вижу глаза те свои и глаза, которые сейчас. Это как бы абсолютно разные люди. Разные люди. Да. Дочке было второго года, и я поняла, что что-то не так относительно того, что не было примитивно-крылевых бега. У меня не было пародийных каких-то, что там, как мама копирует, что она говорит по телефону, красит губы, еще чего-нибудь такого. На что я сделала запрос на игру одной из мамочек, задав ей вопрос, а твоя такое умеет? Мы рожали в одном роддоме, в чате вместе общались. Она сказала, а моя умеет? Я, ага. И погнали. Погнали по врачам, погнали по всему на свете. И такой я, как вы выразитесь, как жук-навозник, ну брала кучу дерьма и поволокла его. А врачи мне с удовольствием подыграли, особенно большая благодарность местному неврологу, который мне вот такую портянку диагноза выкатил. И когда она мне ее выкатила, я поняла, что половина из этих диагнозов, я их вообще не принимаю или не приму никогда, потому что это не про меня. Вот. И до того момента, как я пообщалась с Женей, было все. Были таблетки, были шапки на дом, но без электричества. Просто я хотела понять, откуда растут ноги. Но ноги, как оказалось, выросли ниоткуда. Непонятно было. По всем показателям, какую бы ей, простите меня, дырку бы не залезали, везде все ровно. Вот получилось вот так вот. И я поняла, что что-то, значит, не там я копаю. Оказалось, что копать нужно во мне. И когда я копнула в себя, оказалось, что реально встало все пошло полоно. Хорошо. Официальные диагнозы какие ставили? Можете поделиться? Вот тот невролог, который мне ставил официальные диагнозы, это была и холмалия, и рас, и аутизм в том числе. И рас, и аутизм, и помба. Вот честно, положа руку на сердце, половина диагнозов я не помню. Я помню в общих чертах, что было очень все плохо. Угу. Мария, тогда сразу к хорошему. Не будем вспоминать и копаться в прошлом. Я понимаю, что большинству людей, которые слушают, им наоборот хочется. О, так там же надо потяжелее, потяжелее, чтобы выводили как можно из более тяжелого. И вдруг свершилось чудо. Но чудо-то свершилось на самом деле не вот так, раз, два, три. А это кусок работы, пройденной вами, по умению ладить со своим ребенком и по изменениям внутри себя. Мария становилась счастливой. Мария становилась настоящей мамой. Мария начинала любить своего ребенка. Ну, как по-другому сказать. Какой был этот путь? Что делали? Я путь начинался непросто. Работа начиналась... Было понимание, что я иду в нужном направлении. Была... Включалась, как я потом поняла, это была лень. Потому что, да, те же самые, можно сказать, вы как врач прописали в практике, которые просто необходимо делать. Вот, делались регулярно. Но делалось это из-под палки. Включалась там программа, тарабанила ума, что... А вот зачем, что это, что-то не то... Ну, что-то, наверное, из разряда дичи какой-то. Но внутренний голос я всегда иду по ощущениям, по чуйке. Что я чувствую, что это мне необходимо, что мне это нужно. И я это делала. И когда я вклинивалась в процесс через «не могу», вот это вот «не могу», потом отходила на второй план. И, видимо, вот этот вот ум мне говорил, ну, ладно, мы ее не взяли. Вот. И я продолжала. Но как бы лень, она есть... Какой-то ее элемент есть до сих пор. Хочется себя иногда пожалеть, что-то там расслабиться. Но я из бойцовой породы, наверное. Делались разные практики. Начиная от банального написания благодарности. Тонны благодарности были написаны. Были сожжены на костре. Все эти аркеты. В ремах развертим по ветру. Зеркало практика делалось. Опять же, коллективное погружение. Первое... Первое мое обращение было... Это как раз было к Ольге Клепниковой и Татьяне Добудько. Вот. Они сделали первую консультацию. И дальше я поняла, что надо идти вперед. Дальше были консультации. И на меня, и на сына, и на дочь. И только вот сейчас, спустя... Сколько-то это уже лет прошло. И сейчас дочке семь. А я, по-моему, года три, наверное, обратилась к вам. Четыре года, получается, уже. И только сейчас у меня муж начинает более-менее. Он меня уже давно заклеймил, что я ведьма. Что я... Когда я ухожу на коллективное погружение, я говорю, меня нету. Я закрываюсь. Он говорит, ты пошла колдовать. Я говорю, да, сейчас будет вообще чудо. Сейчас я такое-то колдую. Ты обалдеешь. И он как бы абсолютно ровно к этому относится. И вот, да, мы буквально с ним так по душам разговаривали. Он до сих пор не верит, что существует такая вещь, как инфодайдинг, что она рабочая. Вот, но я говорю, что... Вот представь, что... Он говорит, что это только твоя заслуга, что ты пошел... А вот я говорю честно, как его словами. Что ты молодец, это твоя работа. А Наталья с Ириной тебя как бы направили. Я говорю, а ты не ощущаешь, нет у тебя чувства благодарности. Даже пусть это только моя работа, не их работа. У тебя нету благодарности к этим людям. На что он так сел, говорит, а ты права. А ты права, что если бы тебя не направили, вот за это им огромная благодарность. Я говорю, ну хоть где-то выстрелила, хоть где-то у человека. Мы часто слышим, как люди обесценивают инфодайдинг, говоря, что... А что они могли там сделать? Ребенок сам перерастет, ребенок сам как-то изменится. Или помогут доктора, помогут таблетки, помогут лекарства. А ведь на самом деле без зачистки, глубинной зачистки психики, просто невозможно, чтобы ребенок стал здоровым. Смотрите, даже если представить, мы ходим в душ, мы убираем квартиру, мы чистим себя и все, что вокруг нас. Точно так же и психика. Если она загрязнена, то на грязь, положив таблетки или что-то еще, оно начнет тухнуть. То есть оно все равно вылезет наверх, пока ты не очистишь маму, пока ты не очистишь глубина. Нельзя обесценивать психику, нельзя обесценивать сознание. Без этого никак не... Мы никогда не станем здоровыми, никогда не изменится жизнь, никогда ребенок не выйдет на здоровый путь без вот этой глубинной очистки психики мамы и психики ребенка. А как менялась, Катя? С чего все начиналось? Как в ней пошли изменения? В ней пошли изменения. Я никогда не засовывала, можно так сказать, в среду ее детей ненорматипичных. Мы ходили на занятия в специальный центр для детей с особенностями развития, но ходили туда, потому что там принимали в частном порядке педагоги. Чтобы было понимание, ребенок не понимал вообще, в принципе, речь обращенную. Она не смотрела в глаза. У нее не было даже привитивного мама-папа. Была просто звуковка. Она могла повторять слова в качестве эхо-лали. То есть я скажу. И она это же слово повторит, но оно получалось не в кассу. Ребенок не лазил на детской площадке. На качельке только катался. Но вот по лестнице это была прям вышка, высший пилотаж. Если бы она забралась, она-то забиралась. Ей было интересно, но она не понимала, как координацию рук и ноги быстро это. Вот. Потом началась... Сначала тело подключилось. Началась вот эта координация. Руки-ноги на лестницу вверх, с лестницы вниз. Ее вот этот специалист повесил на гамаке, такой гамак. Она туда легла, ее начали раскачивать. Поверхность земли ты не чувствуешь. Началась паника. Паника потом это ушла. Человек начал спокойно кататься. В невесомости, можно так сказать. А потом начали подключаться глаза. Желтый, да? Какой цветочек красивый. Красивый. Желтый, да? Красивый. Какого цвета он? Какого цвета? Жук. Где жук там? Жук. Она начала смотреть и понимать, как бы в голове прокручивать, что ей говорят. Обработка компьютера пошла, что ей говорят. Потом начался повтор слов уже в тему. Она активно очень любила смотреть мультфильмы. На ютубе всякие обучалки детские. И она как гука впитывала оттуда все празы. А потом их просто выстреливала. И не просто мне попал, а прям в тему. Вот. А потом словарный запас медленно-медленно. Это ее темп. Я приняла этот темп уже. То есть сначала у меня была такая паника, апатия. Как же так? Ребенок вроде развивается, вроде начал говорить. А темпа такого нет. Она отличается от сверстника. И я приняла просто ее темп. Я понимаю, что она имеет право на такой темп. Это ее темп. Не всем людям суждено быть спортсменами, учеными. Так же здесь. Это она. Она такая, какая есть. Но ее, это оказалось, это музыка. Она бежит, она поет. Она выступает. Она получает гран-при уряды первой степени на конкурсах. Она не боится сцены. Она чувствует себя уверенно. Субтитры создавал DimaTorzok Когда мама расслабилась, расслабилась. Мама приняла этот мир, в котором живет ее ребенок. И вошла туда. И стала жить по правилам этого мира. Все, это выход, однозначный выход в здоровье. Это любовь. У меня даже слезы. Любовь и дружба. Это действительно принятие своего ребенка, принятие его мира. И теперь мы вместе, доченька, с тобой выйдем. Выйдем в здоровье. Она буквально недавно сказала, я толстая, я хочу похудеть. Запиши меня на фитнес. Я записала ее на фитнес. Потом она мне буквально на той неделе заявляет, я хочу художественную школу рисовать. Она терпеть не могла рисовать в детском саду. Просто ее палками загоняли рисовать. Как же это надо было сделать этот стенд, когда все дети рисуют. А она просто вот не хочу. Ну и воспитатели благо очень адекватные были. Они говорят, что принятие не хочет, но ее не заставляет. Я за что им огромная благодарность. Она пошла в художественную школу. И ее с первого занятия отвалили. Сказали, что она отлично рисует. Она поставили композицию. Она видит, что сзади, что спереди. Она все рисует. Потом она ходила в обычный детский садик. Я не отдала ее в ту среду, где она не может получить здоровую инструкцию. И в школу она пошла в обычную. Но единственное, что я отдала ее в палатную, где маленькое количество детей, обычных детей. Потому что в виде образования в нашем городе в обычной школе я не пожелаю себе участия номер два. Потому что сейчас у меня старший заканчивает благошколу. Я понимаю, что это полный неадекват. И вот благодаря этой вот школе, платной я ее нашла, и она туда несется. Было родительское собрание. Я пошла на него. Было индивидуальное. Зашла я в кабинет. Родительское собрание для меня длилось ровно четыре минуты. Директор мне сказала, ваша дочь просто... Говорит, мы думали, что она не вольется. Потому что с этим директором мы занимались два... Она добрая. Она говорит, я знала, что у Кати будет тяжеловата эта программа. Потому что там какая-то усиленная программа. То есть это не в обычной школе. Это усиленная программа, направленная именно на знания детей. Она говорит, единственный косяк вашего ребенка, это то, что она на уроке, впереди паровоза. Она на одно, на два задания делает больше, чем положено. А на следующем уроке она сидит и в потолок плюет. Вот так вот. Вот недавно домашняя документы я перебирала. Видела Катю руководку с диагнозами. И думаю, а они мне нужны вообще. Я взяла, утилизировала. И это правильный вариант. Это правильный вариант. Просто он открывает абсолютно здоровое будущее ребенку дальше. Абсолютно здоровое будущее, когда нет ни одного диагноза. А она действительно... Я когда увидела ее на видео, думаю, Катюха вообще такая девчонка классная. Выросл абсолютно здоровый, красивый ребенок. И в абсолютно здоровой, красивой семье. Но больше всего зацепила. Я не помню диагнозов своего ребенка. Я не помню своего ребенка больным. Вот буквально недавно, может, месяц назад, с Женей общались. С ее разрешением я расскажу. Общались. Она меня спрашивала. Матюш, вот скажи, что нужно сделать? Вот. Я чувствую, что я в затыке. Что мне сделать, чтобы я чувствую, что мне надо куда-то двигаться? Подсвети. И я говорю... Ну, контекст был такой. И я говорю, что, Жень, нужно вам с Варей куда-то двинуться в социум. Вот у нас приехал цирк Шапито. И как бы все равно на деньги, сколько это стоит билет. Если даже Варя посидит не полтора часа, а десять минут, и билеты как бы пропадут, получается, деньги будут потрачены. И все равно на это главное, что она побыла. Сейчас десять минут, потом двадцать минут. Она начнет вклиниваться в процесс и увидит, что вокруг нее, что мир есть больше, чем она видела до сегодняшнего дня. Выйти на детскую площадку, я говорю, ну, я прекрасно понимаю, у нас абсолютно разные дети. И я прекрасно могу на себе прочувствовать, что ты испытываешь, какой дискомфорт, когда ты выходишь на детскую площадку, эти взгляды и прочее. Я говорю, просто я говорю, как лошадь надень шорля и не смотри в их сторону. Цель впереди себя это качели-карусели. И туда варюху и кататься. Вот. Потом я говорю, съезди еще куда-нибудь, еще сама чем-нибудь займись. Я говорю, вот отбрось все эти стеснения и прочее, надо постараться. Вот это вот, прям пересилить себя. И проходит буквально месяц-два, и она говорит, что мы пошли на детскую площадку, и там встретили маму, и она, ее дочка с Варей, и туда и пытается ее, и на качели, и на карусели. Потом она дважды пошла в цирк. Она сама вместе с мужем пошла тоже в цирк. И на воздушном шаре тоже. И, короче, понесло легчонок. Я говорю, Маша, я тебя благодарю, что ты мне посвятила. И вот я так же сейчас тоже, я вот хотела на ферму поехать. Нашла рядом с своей дачей ферму животноводческую. Там можно с руки кормить животных. И я сама, как ребенок, кормила этих животных вместе со своими детьми. То есть, и радоваться, как ребенок. Вот. Я себя начала ловить на мысль, что какой же кайф, когда ты от чего-то просто вот радуешься, как ребенок. У тебя нет каких-то ограничений, нету но, нету мысли о том, что о тебе подумать, что он здесь как полоумная скачет и улыбается, и ржет. Мне как бы становится вот сейчас все больше и больше все равно на то, что меня окружает. Поэтому я советую мамам заняться собой. Отлепиться от ребенка и заняться собой. Но отлепиться как бы полностью я однозначно не получится, потому что это твой ребенок, и он будет твоим ребенком, пока ты не уйдешь в мир иной. Поэтому ты не сможешь от него отлепиться, но дать ему свободу, дать ему жить, дать ему раскрыть его интерес. Как бы зацепиться за то, что ты видишь положительное в ребенке. Увидел, что ребенку хорошо дается язык. Значит, нужно заниматься, его отдать в инвестической какой-нибудь на курсы, готовку индивидуально. Ребенок хорошо танцует, отдать его в танцевальный коллектив, но отдавать его в здоровую среду. И убрать косые взгляды. Когда вектор внимания не будет на эти косые взгляды, то он поменяется на то, что ты будешь видеть развитие своего ребенка. Каждую мелочевку ты будешь подмечать. То есть я раньше подмечала, нигде ребенок хорошо себя повел, какой у него прогресс, а где он накосячил, где он сделал не так, как обычные дети. Вот и делаем выводы. На что акцент, на что внимание, там и будет развитие. И надо этому просто научиться. Это не придет вот так вот по щелчку на раз-два. Этому надо постоянно практиковаться. Это как практика зеркала из дня в день. Ой, Маша, спасибо большое за интервью. Спасибо вам. Спасибо огромное. Люблю, обнимаю.